Всем привет! Творческие личности часто подвержены психологическим нагрузкам, таким как неврозы, зависимости и другие расстройства ума. Они постоянно ощущают давление со стороны продюсеров, поклонников и СМИ. И неудивительно, что некоторые из них обращаются за помощью к психиатрам. Певица Ирина Дубцова в 2010 году оказалась в специализированной клинике. Эта ситуация началась после того, как в 2008 году Ирина расторгла брак с Романом Черницыным и начала новые отношения с бизнесменом Тиграном. Однако в первые несколько месяцев их отношений Дубцовой начали приходить угрозы со стороны жены Тиграна, с которой он еще не завершил процедуру развода. Жена стремилась вернуть своего мужчину и, чтобы добиться своей цели, она начала наводить сумятицу в жизни певицы. Она беспокоила Ирину звонками, устраивала скандалы и грозилась разобраться с ней. Во время этого периода певица несколько раз теряла сознание и только после этого обратилась за помощью к специалистам. В результате всей этой драмы Дубцова оказалась в психиатрической клинике с диагнозом психоз, депрессия и невроз, которые затем привели к нервному срыву. С Тиграном, хоть он и решил ситуацию со своей бывшей женой и планировал сделать предложение Ирине Дубцовой, расстались. Все-таки они не смогли найти общий язык. Юлия Ахмедова много лет борется с биполярным и обсессивно-компульсивным расстройством и депрессией. Юмористка постоянно находится под медицинским наблюдением, принимает антидепрессанты и посещает психолога-суицидолога раз в неделю. Ахмедова поделилась, что из-за приема некоторых лекарств у нее бывают побочные эффекты. Изменения гормонального фона, проблемы с памятью, сухость во рту и речевые трудности. Юлия Ахмедова делится своим опытом, чтобы подчеркнуть важность понимания и поддержки для тех, кто сталкивается с психическими проблемами. Лолита Милявская не скрывает своей жизни и всегда стремится быть откровенной с поклонниками. Звезда делится честными фотографиями без фотошопа, демонстрируя свою подтянутую фигуру и откровенные мысли. Одной из таких искренних историй оказалась ее борьба с эмоциональным и физическим истощением, которая привела певицу к пребыванию в психиатрической лечебнице имени Кащенко. Лолита рассказала, что в один момент она ощутила полное эмоциональное истощение, которое привело к малокровию и физической слабости. Вместо страха перед словом «психиатр» она решила обратиться за помощью и пройти лечение. Она подчеркнула важность понимания того, что с психическим и физическим здоровьем необходимо бороться и не стесняться делиться этим опытом с другим. Она описала, как проходило ее лечение в клинике. Там она провела несколько недель в сонной терапии, так как ее организм был измучен и ослаблен. Милявская также рассказала, что лечение заняло несколько месяцев и как важно было признать, что она не может справиться с этой ситуацией самостоятельно. Виктор Сухоруков, известный своими яркими актерскими работами, рассказывал о периоде своей жизни, когда желание употреблять алкоголь начало преследовать его на фоне съемок фильма про уродов и людей. В этой ленте его персонаж был настолько отвратительным, что сыграть его было чрезвычайно сложно даже для опытного актера. Сухоруков признал, что начал пить во время съемок этого фильма. Сначала актер пил дома, а затем перешел к употреблению алкоголя на рабочем месте, даже переливая его в бутылки из-под кефира. Однако он решил изменить свою жизнь и в итоге оказался в клинике. Процесс лечения был долгим и сложным, и врачи поставили ему диагноз «металкогольный психоз», также известный как «белая горячка». Этот момент в жизни Виктора стал переломным и заставил его окончательно отказаться от вредной привычки. Сухоруков уже почти два десятилетия не употребляет алкоголь. Гуф признался, что его психическое состояние бывает настолько сложным, что это приводит к биполярным изменениям настроения. Рэпер утверждает, что у него маниакально-депрессивный психоз и вялотекущая шизофрения. Его родители вызывали санитаров и доставляли его в клинику во время тяжелых кризисов. Он вспомнил, что однажды его даже привязывали к кровати в психиатрической больнице. В настоящее время Гуф не приемлет медикаменты, но иногда обращается за психологической поддержкой. Он признался, что уже смирился со своим эмоциональным состоянием, которое особо ухудшается после поездок на Бали. Рэпер поделился, что ему нужно, чтобы с ним всегда был кто-то рядом, так как он боится оставаться наедине с самим собой.